приветствую разработчики на связи киберстарс интертеймент это девятый урок из серии искусственный интеллект в анрил энджин в котором мы разберем сервисы в behavior 3 и создадим алгоритм для искусственного интеллекта в этом уроке мы подробно разберем зачем нужны сервисы в behavior 3 как их применять рассмотрим готовые сервисы также создадим свой сервис и разберем как работают его события также разберем на примере как работает зондирование с помощью декоратора кончек и уже напоследок основываясь на полученных знаниях из этого и предыдущих уроков используя кончик композита и задачи а также декораторы и сервисы создадим алгоритм behavior 3 где бот будет патрулировать территорию и как только мы попадаем в его поле зрения он бежит к нам давайте приступим мы завершаем разбирать дерево поведения behavior 3 здесь она у меня же создана с именем бити мэйн если вы не знакомы с behavior 3 то посмотрите шестой урок в нем мы подробно разобрали его устройство как работают композиты и задачи в седьмом уроке мы рассматривали все существующие задачи и как создать свою восьмом уроке все существующие декораторы как работает составной декоратор и создали свой декоратор а сейчас в этом уроке мы разберем что такое сервисы прежде чем начать здесь я уберу все ненужное и создам простую behavior 3 логику на ее основе мы будем разбирать сервисы возьму композит sequence присоединю к нему задачу из 6 урока get random point который генерирует случайную точку затем возьму задачу муфту для передвижения к этой случайной точке и 3 будет задача вейд на ожидании логика готова и начнем с определения что же такое сервис сервисы также как и декораторы вы не сможете найти в контекстном меню они точно так же как декораторы присоединяются к узлам композитов или задач и выполняются с определенной частотой пока исполняется их узел или ветвь они часто используются для проверки и обновления blackboard сервисы могут заменять задачи их можно расценивать как дополнительные функции которые вы можете прикреплять к задачам или композитом создаются сервисы также как и декораторы щелкаем правой кнопкой мыши по необходимому узлу и внизу выбираем от сервис здесь готовых сервисов не так много первый идет дефолт фокус фокусирует и и контроллер точнее бота на выбранной с помощью blackboard ки точки локации или объекте в случае с фокусировкой на объекте мы также можем получить ссылку на этот объект сервисы дефолт фокус точно так же как задача ротой то face baby entry может развернуть бота к указанному blackboard ключу чтобы бот разворачивался убедитесь в том что в его павни которому подключен и и контроллер в класс defaults установлена галочка юз контроллер ротейшн яу посмотрим как это работает у нас вначале идет своя задача get random point я напомню в ней мы генерируем случайную точку то есть локацию вокруг нашего бота в заданном радиусе и затем записываем эти случайные координаты в blackboard ключ рандом вектор здесь мы не можем выбрать этот ключ поэтому нужно сделать эту переменную глобальной с помощью галочки instance и дита был или левее в панели my blueprint нажимаем на пиктограмму глаза и затем нужно сказать дерево поведения что наша задача исполнилась с успехом success должна стоять true пускай информацию об успехе возвращает функция get random reachable point in радиус который генерирует случайную точку затем наша задача возвращает эти случайные координаты это ключ рандом вектор в глобальной переменной blackboard вот она и теперь сделаем так чтобы бот разворачивался к этой точке так же как мы это делали с помощью задачи ротой то фейс биби entry только сделаем это с помощью сервиса сет дефолт фокус но сет дефолт фокус висит на задаче муфту получается что бот развернется к этой точке и потом пойдет к ней а мы хотим чтобы он просто разворачивался поэтому перетянем сервис сет дефолт фокус либо на задачу вейт либо на задачу get random point отключим задачу муфту и оставим вейт не забудем в сервисе сет дефолт фокус указать нужный blackboard ключ но здесь есть один нюанс в начале сперва срабатывает фокус а затем задачи get random point поэтому правильнее было бы исполнять сервис на задачи вейт после того как сгенерировала случайная точка сделаем у задачи вейт время ожидания одну секунду как я ранее говорил при фокусировке на указанный объект мы можем получить ссылку на него для этого перейдем в blueprint задачи get random point уберу основную логику чтоб не отвлекала в контекст на меню беру галочку контекст sensitive пишу фокус и в самом верху во вкладке ой ой отобразятся нужные функции давайте их вызовем и разберем функция сет фокус в нее фокус мы указываем эктора например какого-нибудь персонажа на которого будем фокуситься это тоже самое что сервисе сет дефолт фокус в blackboard key выбрать какой-нибудь объект в таргет нужно присоединить ссылку на а и контроллер и уже функция get focus actor в return волю возвращает ссылку на тот объект на котором сфокусировались здесь в тарге также нужно присоединять ссылку на а и контроллер если просто оставить self то эта функция может не сработать set focal point точно так же как и с эктором только с локацией то есть это то же самое как мы делали в сервисе сет дефолт фокус blackboard key выставляли наш случайную точку random vector если функцию set focus point присоединить к основной логике задачи в таргет присоединить ссылку на контроллер и в fp случайность генерированную точку эта функция будет точно также работать как и сервис сет дефолт фокус уберем его ведь больше он нам не понадобится и все точно также работает вернем все как было и последняя функция clear focus снимает фокусировку в тарге также присоединяем ссылку на контроллер следующий сервис ран и киос запускают службу и киос на регулярной основе мы можем запускать выборную в кури темплейт и киос службу заданным интервалом и результаты киос мы можем записывать blackboard ключ вран мод выбираем шаблон запуска этот сервис схож по функционалу с задачей ран и киос квери и киос это environment query system asset которого можно создать через контекстное меню контент браузера artificial intelligence environment query система запросов окружающей среды его редактор похож на behavior 3 и с помощью него мы можем получить информацию окружающем мире где в последний раз был замечен игрок или где лучше укрыться environment query system мы также будем проходить в рамках этого курса ну а теперь возвращаемся в behavior 3 к нашим сервисом сервисы также как и декораторы можно переименовывать комментировать или перетаскивать на композита или задачи и тут маленький нюанс прикрепим проверку декоратор к этой же задачи и посмотрим на иерархию исполнения сперва идет задача get random point она под номером один вторая это проверка blackboard декоратора и уже третьим идет наш сервис потом следующий сервис их приоритет исполнения также можно менять просто перетаскивая их выше или ниже и вот уже после сервисов исполняется задача декоратор сервис задача декораторы над задачей а сервисы под но соответственно затем исполняется другой узел и так что такое сервис и готовые присутствующие в behavior 3 сервисы мы разобрали подошло время создать свой сервис мы это также можем сделать через контекстное меню контент браузера был принц был принт класс и по запросу сервис найти бить и сервис blueprint base такой способ удобен для создания сервиса вне behavior 3 но соответственно сервис также можно создать через behavior 3 верхней панели жмем new сервис нас сразу же перекидывает в его редактор вот он в контент браузере сразу переименую его в начале как всегда аббревиатура это будет бить и си behavior 3 сервис нижнее подчеркивание и пускай будет мой сервис переходим в его редактор здесь как и у любого блупринта в панели my blueprint в functions во вкладке override находится соответствующий этому блупринт классу список и вентов давайте их разберем и ван тряси в активейшн срабатывает при запуске сервиса возвращает ссылку на и контроллер и напавлен то есть ссылку на бота и ван ты с обозначением и ай на конце могут возвращать ссылку на контроллер и ван тряси в дизактивейшн срабатывает по завершению сервиса или точнее говоря после того как задача который прикреплен этот сервис завершает свое исполнение и ван тряси в тик исполняет логику каждый тик или каждый раз через определенный отрезок времени на протяжении исполнения той задачи который прикреплен данный сервис так же если был принятия сервиса сверху нажать на класс defaults во вкладке сервис интервал мы можем задать интервал времени на данный момент здесь стоит 0,5 секунды получается этот тик будет срабатывать каждые 0 5 секунды и рандом девайшн это случайное отклонение и это время между интервалами мы также можем получить из выхода дельта секунд чтобы понять как работают подобные ивенты достаточно прикрепить к ним принт string и ван тряси в активейшн пускай выводит надпись старт дизактивейшн финиш а тик дельта секунд это сколько времени проходит между срабатыванием здесь мы будем получать приблизительно то время что задали в интервал скомпилируем нашу логику перейдем в behavior 3 здесь все уберем к sequence прикрепим задачу вейд ее время исполнения оставим 5 секунд и прикрепим к этой задаче наш сервис и вначале также поставим задачу вейд на 2 секунды проследив за процессом исполнения behavior 3 и выводим им принт стрингом на экран вы можете понять когда какой ивент в нашем сервисе срабатывает сперва исполняется задача вейд проходит 2 секунды делаем стоп кадр затем срабатывает вторая задача с нашим сервисом появляется старт затем ивент тик на протяжении 5 секунд выводит дельта секунд ровно 5 секунд длится задача вейд и затем срабатывает финиш если бы хавер 3 щелкнуть по созданному сервису здесь также будет доступна настройка интервала точно так же как в класс дефолт в блубринте сервиса плюс отображение приоритета и отображение ивентов возвратимся обратно в наш сервис и здесь еще есть ивент receive search start он срабатывает при поиске задач если попробовать что-то вывести через него например надпись search то этот ивент не сработает потому что данный сервис прикреплен к задаче а задачи не могут искать другие задачи это делают композиты поэтому перенесем наш сервис на композит и прикрепим к нему три задачи вейд просто скопирую первую и пускание все длятся 2 секунды запускаем игру и сразу же делаем стоп кадр срабатывает ивент activation и видно как он вывел надпись старт заодно срабатывает ивент search start и затем начинает выполняться тик он выводит дельта секунд и затем как только наш композит завершать все задачи и начинает заново то есть снова срабатывает первая задача срабатывает и вантре севсерч старт и выводит надпись search и поскольку композит сиквенс работает постоянно то прикрепленный к нему сервис также работает постоянно и не завершается поэтому его это дезактивацию не срабатывает и мы не наблюдаем надписи финиш она появляется как только мы завершим игру и если настройках нашего сервиса открыв настройки полностью поставить галочку call tick on search start каждый раз при срабатывании ивента search start также будет вызываться ивент тик делаем стоп кадр видим что после search срабатывает тик и выводит дельта секунд это ноль то есть это то время которое успела пройти до того как сработал этот тик и как я говорил в начале урока сервисы можно расценивать как дополнительные функции которые вы прикрепляете к узлам задач или композитов и можете создавать в них любую логику также как это делается в задачах получается что сервисами мы можем заменять задачи делая behavior 3 более компактным поэтому сделаем логику где будет генерироваться случайная . и бот будет идти к ней как мы это делали в шестом уроке но с использованием сервиса тогда для генерации точки мы брали задачу get random point сейчас просто скопируем ее логику помощью control c перейдем наш сервис в нем уберем все лишнее оставим только event receive activation и с помощью control в вставим скопированную логику но переменные не копируются мы можем создать новые такие же либо жмем по этим переменным правой кнопкой мыши create variable и название переменной вот она появилась сделаем ее также глобальной проделаем то же самое с переменной blackboard в которой находится ключ random vector также сделаем ее глобальной и теперь просто соединим всю эту логику с ивентом activation и в конце нам не нужно вызывать никаких функций финиш тем более здесь их мы не найдем но можем найти если уберем галочку контекст sensitive но здесь нам эта функция не понадобится и не забудем присоединить в get actor location нашего бота скомпилируем перейдем behavior 3 вызовем задачу муфту теперь наша случайная . генерируется с помощью сервиса который прикреплен композиту sequence и не забудем в нем указать в какой ключ мы записываем случайную координату как мы это делали в задачи get random point задачу get random point мы убираем также в глобальной переменной радиус укажем радиус 3000 и смотрим что у нас получилось логика сервиса не срабатывает и поэтому бот бежит на нулевые координаты потому что в нашем сервисе генерация на случайную точку закреплена на событие на активацию поэтому в случае sequence лучше закреплять все на его интересе в search start либо просто перенести сервис на какую-нибудь задачу тут уже на ваше усмотрение и так мы разобрали как работают сервисы и весь behavior 3 в целом теперь основываясь на полученных знаниях можем создать логику посложней алгоритм будет такой бот патрулирует территорию от одной случайной точки к другой с маленькой скоростью и как только он заметит игрока то есть нас он побежит к нам с увеличенной скоростью и в нашем алгоритме behavior 3 будем задействовать композита и задачи а также декораторы и сервисы давайте приступим зондировать окружение бот будет с помощью декоратора кончик проверка конусом попало ли что-то в поле зрения конуса или нет это будет своего рода зрения бота и для начала создадим простую логику чтобы проверить как работает кончик здесь все уберем и оставим только sequence наша логика не будет ничего делать а просто проверять попал ли наш игрок в поле зрения конуса возьмем задачу вейд и установим время ожидания 0 ком 1 секунда и к не прикрепим декоратор кончик щелкнем по нему и настроим con origin это источник конуса его начало другими словами кончик выберем self actor это ключ которую по умолчанию находится в blackboard и содержит ссылку на нашего бота con direction оставим нам и в обзерфт нужно поместить то зачем мы наблюдаем другими словами проверка кончик сработает если в пределы конуса попадет то что мы поместили в обзерфт сюда мы будем помещать координаты нашего игрока персонажа за которого играем для этого blackboard я создам новый ключ типа вектор с названием обзерфт и сразу же присвоить этот ключ в декораторе кончик икон half angle оставлю 45 градусов проверка кончик настроена осталось только поместить туда координаты нашего игрока персонажа за которого мы играем для этого я создам отдельный сервис сразу переименую этот сервис в битисе нижнее подчеркивание сайт нижнее подчеркивание обзерфт переходим в его blueprint поскольку персонаж за которого мы играем будет постоянно перемещаться то и координаты в обзерфт должны меняться поэтому я повешу логику на его entry see search start также ее можно повесить на тик но пока хватит search start сразу объявлю новую переменную с именем observed с типом blackboard key selector сделаю ее глобальной скомпилирую возьму get затем set blackboard волю as vector и вектор мы будем помещать координат нашего персонажа и тут можно задаться вопросом почему мы не можем поместить эти координаты в эту переменную observed просто через сет а все очень просто если сделать сплит пина этой переменной то здесь появится целая структура данных тут еще нужно разобраться что за что отвечает и поэтому мы помещаем данные в этот ключ с помощью этой функции соединяю логику возьму функцию get player pound это ссылка на нашего игрока за которого мы играем и с помощью функции get actor location получу из этой функции координаты нашего персонажа и теперь здесь же визуализирую конус по запросу кон вытяну функцию draw the back on в origin присоединю координаты нашего бота direction это направление из ссылки на павн по запросу forward возьму функцию get actor forward vector и присоединю в direction length это длина конуса пускай будет 2000 angle with оставлю 45 градусов angle height 0 duration это время отрисовки поставлю 0,1 секунда и пускай в конце еще будет print string и через print string будем выводить имя того за кем следим это наш персонаж скомпилируем перейдем behavior 3 и прикрепим наш сервис на sequence и не забудем глобальной переменной observed указать наш новый ключ blackboard observed чтобы получать из этого сервиса с помощью ключа observed ссылку на нашего игрока для проверки кончек запускаем груза нашего персонажа подбегая к боту мы видим что его конус отображается с помощью draw the back on и теперь смотрите пока мы не сбежали внутрь дерево behavior 3 не исполняется как только мы попадаем внутрь проверка кончек срабатывает и исполняется задача вейд на ноль кому одну секунду таким образом видно что дерево исполняется полностью так мы убедились что кончек работает можем заменить задачу вейд на муфту чтобы бот двигался к нашему игроку blackboard key поставим observed перенесем на муфту чек кон а вейд просто удалим соединим и посмотрим как только заходим в конус вот перемещается на координаты нашего персонажа принц тринк выводит имя нашего персонажа таким образом увидим сколько раз сработал сервис конечно в данном случае все можно было повесить на ивент активейшн но в будущем нам понадобится иван тег в том что конус работает мы убедились теперь можем создать основную логику бот с маленькой скоростью будет перемещаться между случайными точками то есть патрулировать и случае если он заметит нашего игрока с помощью кончек то он побежит к нему для генерации случайной точки возьмем задачу get random point далее бот должен идти к ней с помощью задачи муфту и одновременно зондировать окружение с помощью кончек для этого возьмем композит simple parallel перенесем на него сервис который обновляет observed то есть координаты нашего персонажа муфту с сервисом кончик пока отсоединим прикрепим к секвенс get random point и simple parallel в настройках simple parallel финиш мод поставим на the light я напомню композит simple parallel выполняет логику прикрепленную к правому выходу background пока исполняется логика закрепленная к левому выходу main и так сперва генерируется случайная . затем нужно к ней идти к main входу simple parallel присоединим муфту blackboard key будет random вектор что мы получаем из задачи get random point и вот пока бот идет с помощью муфту к случайной точке наш сервис set observed с каждым тиком обновляет местонахождение нашего игрока точнее говоря при поиске новой задачи и в случае обнаружения наш бот должен двигаться к нему к background композита simple parallel присоединим муфту где blackboard key выбран observed то есть координаты нашего игрока и этот муфту должен срабатывать если вы декоратор кончек проверка обнаружил координаты нашего игрока в противном случае муфту не сработает также прикрепим проверку кончек на муфту для случайной точки и выберем inverse condition таким образом эта задача будет срабатывать когда наш персонаж вне конуса также в кон оригин поставим ключ self actor и выберем observed и чтобы проверка срабатывала каждый кадр повесим логику сервиса set observed на event receive tick как я ранее говорил патрулировать бот будет с маленькой скоростью а бежать к нашему игроку с большой для этого я создам новый сервис который будет менять скорость нашего бота назову этот сервис btc set speed возьму event receive activation здесь мы получаем ссылку на нашего бота вот наш бот и нам нужно поменять параметры скорости которые находятся в компоненте character movement их также можно найти по запросу speed max walk speed и так переходим в наш новый сервис сперва делаем каст на нашего бота я напомню наш бот называется ай чар 6 затем из каст с помощью get character movement уже получаем ссылку на character movement компонент и из нее вытягиваем сет макс волк speed соединим все логику объявим новую переменную speed с типом данных float присоединим ее к макс волк speed и также сделаем глобальной все здесь логика завершена скомпилируем ее возвращаемся в behavior 3 здесь левее к выходу мэйн композита simple parallel присоединено то что выполняется когда бот идет к случайной точке эта задача муфту присоединим сюда ранее созданный сервис и зададим скорость с помощью его глобальной переменной speed пускай будет 100 пора делаем то же самое у задачи муфту благодаря которой бот бежит к нам если заметил здесь скорость пускай будет 500 смотрим и также место задачи get random point мы можем повесить ранее созданный сервис где сделали копию логики и задачи get random point переменуем в птицы get random point не забудем настроить это указать радиус в котором будет генерироваться случайная точка и в какой ключ и записывать соответственно задачу get random point можем удалить сейчас он движется к случайной точке со скоростью 100 как только мы попадаем в его поле зрения в конус скорость переключается на 500 и он движется к нам как только он доходит до той точки где нас обнаружил и если мы покидаем конус бот сразу же возвращается к патрулированию и идет к случайной точке если после того как бот нас обнаружил дошел до точки обнаружения и мы все еще остаемся в конусе то бот замирает его логика приостанавливается потому что проверка кончик заблокировала задачу муфту на передвижение к случайной точке поэтому берем эту проверку кончик и логика больше не стопориться если вам интересна подобная тема или все курсы в целом то вы можете поддержать проект все необходимые ссылки под видео ну а теперь можем приступать к следующему уроку и Продолжение следует...